однажды ты поймешь что все закончилось и можно выдохнуть но ирония в том что это всего лишь только начало всем привет друзья давно от меня не было никаких вестей давно я не снимал видео уже наверное несколько месяцев не выходил в социальные сети не снимал для вас видео на youtube на это есть некоторые причины о которых я сегодня хотел бы рассказать поделиться с вами в первую очередь я записываю это видео для себя так и хочу оставить в памяти этот промежуток моей жизни этот этап и потом может быть через несколько лет пересмотреть это видео и вот так вот с улыбкой взглянуть на эти годы но также да еще основной момент это я хочу ответить на ваши многочисленные комментарии на ваши многочисленные вопросы куда ты пропал когда ты уже выполнишь мсмк выполнил ли ты его уже где тренировки вот такие вопросы часто мне достаточно поступают поэтому я хочу одним видео записать и ответить на все ваши вопросы возникающие вот это будет я думаю достаточно такое обширное видео по нескольким этапам и по нескольким таким эпизодом которые случились со мной за вот последние два года получается я думаю будет интересно так что посмотрите видео до конца и я постараюсь закрыть все возникающие вопросы эпизод 1 побег из авиапарка я его назвал так давай раз два три я думаю что многие кто следит за мной кто смотрит мои видео или хотя бы там несколько раз смотрел знают что у меня был зал в торговом центре авиапарк это самый большой торговый центр в европе который находится в москве вот не так давно получается больше года назад чуть больше года назад я основал там секцию открыл зал в этом торговом центре вот все было достаточно хорошо успешно людям нравилось мне нравилось там место замечательное рядом метро сам торговый центр да ты мог приехать на тренировку потренироваться закупить вещи зайти в магазин вообще все шикарно всех все устраивало вот но в один прекрасный момент или непрекрасный это же я не знаю случилось такое событие которое заставило меня по-другому смотреть на вещи и вообще чуть по-другому воспринимать мир так скажем да что он не такой уж солнечный приветливый как говорится что это опасное жесткое место мы въехали когда в этот зал да в это помещение начали его арендовать то на самом деле арендные отношения у нас были по сути на словах там свои были договоренности так как ставка аренды была очень очень хорошая по сравнению с обычной ставкой в этом торговом центре мы были на суб аренде поэтому ставка арендная была ниже что было единственной причиной заехать туда ну то есть потому что для гиревого спорта потянуть обычную аренду московскую это нереально ну то есть чтобы вы понимали небольшое помещение может порядка 150 200 метров хорошая да где-то поближе к центру рядом с метро будет стоить 400 500 тысяч рублей в месяц то есть окупить такую аренду тренировками по гиревому спорту но это невозможно но еще нет ни одного такого примера кто смог бы это сделать вот поэтому там аренда была ниже существенно ниже но понятное дело что в рамках россии она тоже была достаточно большая я согласился на эти условия понимаю и оценивая все риски вот и в принципе мы почти год хорошо работали справлялись дружили все было нормально когда в один вот как я сказал прекрасный момент авиапарк не начал ограничивать доступ в наше помещение то есть я прихожу например на тренировку приезжаю там в 17.00 а жалюзи которые открывают вход в помещение они закрыты да я забыл вам сказать что мы арендовали помещение у батутного парка то есть не у самого авиапарка батутного парка то есть субаренда думаю многие знают что это такое и получается что что авиапарк закрывает на один день батутный парк ну и нас вместе с ними получается это уже были такие первые звоночки что что-то здесь неладное я спрашиваю причину почему так у меня люди не могут тренироваться что за фигня на что я получаю ответ что это сволочи авиапарк торговый центр совсем оборзел мы вот здесь все бьемся облет как селедка облет пытаемся выживать в это сложное время еще пандемия там после пандемии тяжело авиапарк нас душит специально чтоб мы закрылись но мы держимся мы выставим мы сильные такая вот лапша на уши я такой ну окей один раз закрыли ничего страшного потом на следующий день открывают все мы работаем работаем нормально проходит недели две опять такая же ситуация я уже понимаю что начинает пахнуть жареным да что это не все так просто оценивая все риски какие вообще были риски да у меня тоже если авиапарк закроет батутный парк то есть за долги я тогда так понимал да я еще не знал все картины то все мое оборудование оно достаточно дорогое относительно конечно всего но оно дорогое и оно для меня ценное и в плане финансов оно тоже дорогое я все теряю то есть полностью почистую теряю все оборудование так как у нас нету юридически правильно заключенных никаких отношений с батутным парком все это как бы филькина грамота что мы там подписывали и это все прекрасно понимаю и я понимаю что если закрывают батутный парк я теряю все я никак не докажу что это моё не моё никто не будет разбираться ну даже если судиться то это затянется на несколько лет и мне это точно не было нужно ну я иду на этот риск понимаю что все могу потерять надеваться некуда потому что с помещением с коммерческой недвижимостью в москве очень сложно найти подходящее место особенно для спортивной секции это должно быть помещение open space практически невозможно но это очень дорогая аренда либо очень плохое помещение где невозможно тренироваться ну такие вот условия в москве чтобы вы понимали почему в москве всего лишь одна секция по гиревому спорту это моя потому что открыть секцию москве практически невозможно по гирям это либо должны быть очень большие инвестиции либо вот нужно искать такие лазейки знакомиться там как-то связи поднимать вот искать 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 потому что вот так вот открыть сан или авито найти помещению вообще невозможно ну просто это нонсенс вот в итоге мы там остаемся на свой страх и риск через некоторое время там с помощью одного человека до меня доходит информация через бухгалтер этого батутного парка что у батутного парка образовался уже долг по аренде 6 миллионов рублей перед авиапарком и что рано или поздно авиапарку это надоест кормиться завтраками и он его закроет за долги заберет все оборудование как бы будет не очень хорошо вот понимая это мы уже начали готовиться к выезду потому что была необходимость искать другое помещение искали искали очень долго то есть при том что понимали в любой момент в любой день все может схлопнуться но рисковали и параллельно искали помещение куда бы свалить так скажем такое помещение вдруг неожиданно находится это оказался фитнес-клуб зебра которым простаивал один зал боксерский где занималась ну там два-три человека максимум за неделю они заходили все ну то есть помещение не использовалась достаточно хороший зал плюс вся инфраструктура фитнес-клуб это раздевалки душевые то есть не надо вкладываться там в ремонт все такое мы договорились на хороших условиях и все подписали договор и уже готовились туда въезжать настало время съезжать когда я намекнул о том что я планирую всех съехать то мне сказали дружочек ты никуда отсюда не съедешь авиапарк во первых запретил въезд и выезд из этого помещения потому что долг огромный ничего нельзя вывести ничего нельзя а там везде охрана чтобы понимали торговый центр да я думаю понятное дело там как бы нельзя вот так вот взять все тренажеры все оборудование вывести через главный вход там есть специальные разрешительные документы там есть дебаркаторы и всякое всякое разрешение нет вывести никак нельзя начали продумывать как это сделать даже были мысли просто реально через главный вход прятать все в коробке и по одной коробочке знаете там по одной коробке в день вывозить потихоньку-потихоньку но потом прикинув сколько это займет времени это бы заняло наверное месяца три все это вывести что было нелогично вот пришлось искать опять лазейки договариваться и к сожалению обманывать я сделал вид что у нас проводятся соревнования и мне нужно вывести на эти соревнования пару гирек там пару резиновых плиток и там одну штангу примеру потому что на соревнования нужно оборудование вот так как они были заинтересованы батутный парк чтобы я оставался и платил деньги за аренду они как бы да хорошо соревнования мы вам поможем все дела вот и за счет этого мы там нашли через соседей человека который смог нам сделать пропуск на выезд до чтобы вывести оборудование вот это маленькое оборудование не от имени батутного парка от имени этих соседей то есть это вывозили как бы вывозила другая организация но понятное дело что это мы были вот и в один вечер мы решаем все пора валить пора собираем это все оборудование сначала вот когда зал знаете разложен все красиво в этом зале все прекрасно кажется что оборудование мало и что блин да мы это вывезем там за два часа все увезем но как оказалось я очень-очень ошибался почему ошибался потому что когда мы разобрали все стойки штанги гантели тенгири резиновое покрытие его образовалось так много что в конце дня я реально словил нервный срыв то есть я был на грани сорваться и вообще прям вот меня аж трясло три сучки почему почему потому что выехать во первых мы выезжали незаконно выезжали незаконно и в любой момент нас могли как бы остановить и какие-то применить санкции там может быть полиция какие-то разбирательства которые ну понятное дело не хотелось бы этого вот так же это деньги до потраченные на вывоз этого оборудования это грузчики машины я-то думал мы на одной-двух газели все вывезем оказалось что пришлось заказать сначала мы заказали две потом еще три потом еще одну то есть настолько я не рассчитал настолько я вот не мог представить что его оказывается так много потому что когда я возил это оборудование как я возил потихонечку раз там стоечки приехали мы их загрузили раз гирки раз резины раз ты 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 и вот так вот потихоньку потихоньку оно росло 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 и все и получилась такая огромная куча а вывезти надо было все за один присед вот это оказалось чертовски сложно вот когда мы это все оборудование спустили с третьего этажа на первый этаж мне пришлось заговаривать охранника чтобы он особо не проявлял заинтересованность к тому что мы возим потому что ну спалить было нас как делать нефиг вот вроде там получилось кое-как его к себе расположить опять таки да вот на тонкой ниточке это все держалась очень вот так все было натянуто напряженно но в итоге мы загружаем это вот в эти газели сколько их там 6 штук и везем благо все вывозим фитнес-клуб зебра куда мы и сняли новое помещение до договорились все вывозим туда на этом заканчивается как бы первый эпизод нашего побега из авиапарка понятное дело что я как бы теряю обеспечительный платеж я теряю там какие-то отношения меня клеймят таким плохим человеком который вот так вот свалил но прикол в чем когда мы выехали оттуда ровно через неделю батутный парк схлопывается то есть его закрывают и на сегодняшний день уже прошло больше года он так и не был открыт оборудование понятное дело потеряно не знаю какие там дальше у них разборки суды не суды но в итоге если бы я попал на это то как минимум потерял бы оборудование как максимум попал бы еще на какие-то разборки суды разбирательства поэтому вот такая вот история да когда многие меня спрашивают почему где твои результаты ты же такой типа сильный гиревик почему ты там еще не супер чемпион почему у тебя нет рекордов куда потому что мне некогда тренироваться ребят но реально когда такие ситуации случаются это вот самый уже финал до ситуация до этого были подводящие к этому камни которые также выбиваете из колеи это нервы это вот всякие переживания и понятно делаете на тренировку полноценную остается не так много ментальной силы то есть физически ты может готов твоя нервная система на перегружена и она не дает тебе полноценно тренироваться и восстанавливаться вот теперь плавно переходим ко второму эпизоду в моей жизни это въезд и потеря еще одного зала друзья хотел бы немножко отвлечься попросить вашего внимания возможно вашей помощи может быть вам будет это интересно ну и вообще если есть желание помочь моему каналу до чтобы я дальше продолжал снимать видео повышать до качество контента какие-то информационные видео может быть развлекательный контент который будет интересен вам то прошу не скидывать мне деньги ничего не перечислять я вам просто хочу порекомендовать вот такую подставку для ноутбука которую вы можете приобрести по ссылке в описании этого видео на валдерес то есть у вас будет бесплатная доставка до вашего пункта выдачи то есть вам не надо тратить деньги на доставку по очень хорошей цене то есть цена ниже рынка то есть по той цене по которой вы можете купить эту подставку для ноутбука по ссылке вы не найдете там в обычном магазине да или на том же валдересе то есть если вы хотите помочь развитию моего канала или мне то прошу вас перейти по ссылке заказать она эта подставка станет отличным дополнением для вашего ноутбука или как подарок вашим там близким друзьям знакомым и мне будет приятно что вы отреагировали и вот так проявили коллективную заботу о развитии канала и о развитии гиревого спорта после того как мы сбежали из авиапарка мы сразу же перевезли оборудование фитнес-клуб зебра где мы до этого уже все договорились приняли помещение все было нормально перевозим это оборудование заняло это у нас всю ночь то есть мы например где-то вечер начали вывозить из авиапарка вот к утру мы все это завезли фитнес-клуб то есть как бы одной такой ходкой оттуда до туда вот завезли разложили поехали отдыхать потом понятное дело начались вот эти обычные вещи монтаж оборудования подгон на резиновые плитки до резинового подкрытия там какие-то еще организационные моменты все шло как надо как бы все обычные бытовые вещи вот все нормально начинаем заниматься люди начинают приходить новые то есть все в порядке там неплохой фитнес-клуб понятно что не всем он нравился потому что когда занимаешься фитнес-клубе то ты как бы чувствуешь себя немножко не в своей тарелке потому что там качки тренируются там еще кто-то мы гиревики и как бы вот знаете не чувствуешь себя в своем зале не чувствую себя как дома было такое ощущение ну что было хорошо были большие раздевалки были хорошие душевые даже сауна была в каждой раздевалке то есть тренажеры там беговые дорожки все было прилично все было круто вот начинаем заниматься начинаем обустраиваться обживаться так скажем через три недели поступает звонок от управляющего этого фитнес-клуба где он говорит ребята вы знаете через три дня вы должны вывести все свое оборудование нахрен отсюда мы такие типы чё за дела почему что случилось оказывается типа это здание в котором был фитнес-клуб это было большое многоэтажное здание его выкупил другой собственник как я потом узнал это один и тот же собственник просто разные юрлица короче они сами у себя покупают это помещение и выгоняют всех а там были офисы был фитнес-клуб еще там кто-то был выгоняют всех говорят все мы здесь будем делать реконструкцию будем делать апартаменты потом их продавать ну в принципе их можно понять хорошие деньги но всех бортанули всех жестко выкинули оттуда причем самый прикол если можно так сказать фитнес-клуб прекрасно знал что это их ждет это участь потому что но они не могли не уведомить это обычно там за несколько лет даже уведомляют что мы будем все здесь реконструировать мы будем сносить перегородки всякое-всякое что вас ждет выселение но даже если они такие плохие и не уведомили но за два-три месяца по-любому они знали и возможно поэтому они нас опустили на таких сладких условиях вот и в итоге они сняли взяли с нас деньги взяли обеспечительный платеж нагоняли нагоняли много людей продавать дешевые годовые абонементы запустили рекламу специально вот нагнали людей и схлопнулись то есть за три дня нам надо было все вывести и было очень неожиданно и вы можете представить да в какой ситуации оказался то есть резко ты потерял помещение которое найти практически невозможно то есть найти помещение в москве как я говорил ранее очень сложно и если у тебя есть там месяц хотя бы разбег на поиск то здесь этого разбега не потому что за три дня все вывозите и все и идите лесом а куда вывозить куда искать куда бежать никому это не интересно погна вот такая вот интересная нелепая ситуация получилась и самый прикол что это все идет параллельно у меня с другим эпизодом в моей жизни это кофейный бизнес в которой я тоже вписался о котором я сейчас вам коротко расскажу третий эпизод это кофейный эпизод так получилось не буду говорить там всякие истории рассказывать но мне понравился кофейный бизнес мне понравилась идея открыть свою кофейню всякое всякое в общем я решаю партнерстве открыть кофейни понятное дело для получения прибыли зачем открывают еще бизнес до инвестирую туда на открытие двух точек кофейных порядка полутора миллиона рублей на старте вот открываем а еду обучаюсь потому что чтобы понимать разбираться да в кофе прохожу курсы шеф-бариста сдаю экзамены на отлично не долю то есть уже начинаю разбираться в этой теме понимать что где тех карты как готовить кофе разные напитки там ингредиенты закупка работать с персоналом то есть углубляясь в эту тему мне интересно действительно было интересно научиться попробовать все дела начинаем открывать кофейни первую открываем на метро беломорская добрый денечек кофейку пожалуйста вторую открываем в центре москвы центральном детском магазине это такой большой торговый детский центр на фудкорте и параллельно вот начинаю заниматься там зал и кофе да как бы два направления почему нет все хорошо прекрасно но случается то что я в этой теме не опытный был по крайней мере сейчас то у меня уже опыта намного больше а тогда для меня вообще общий пит да для меня это бизнес который ну и тем более еще молодой и мало сфер в жизни знаю общий пит да общественное питание для меня было вообще в новинку поэтому я многих характеристик не знал хотя мы даже купили обучающий курс как открыть кофейню для того чтобы больше было информации для того чтобы повысить шансы на успех и все такое в итоге мы открываем кофейню на беломорской которая работает в ноль то есть сколько ты потратил столько получил то есть абсолютно такая нулевая история неинтересная а более интересно все становится с открытием точки центральном детском магазине чтобы вы понимали после пандемии вот до сих пор торговые центры которые стремительно умирают то есть люди туда меньше начинают ходить люди начинают больше заказывать онлайн покупать в интернете потому что зачем тратить свое время там уже многие магазины закрыты поэтому торговых центров становится меньше 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 они все становятся компактнее до магазинов меньше вот мы это не проанализировали мы это не поняли горящие глаза побыстрее свой бизнес кофейный все круто и открываем там чтобы вы понимали там выручка была 3000 рублей в день 3000 рублей в день то есть это 90 тысяч рублей в месяц выручка аренда там была 150 тысяч рублей в месяц то есть уже можете понять да цифры экономику потом зарплата бариста 60 тысяч потом закупка продуктов стаканчики крышечки кофе молоко сахар сиропы сладости не сладости кондитерка выпечка и можете понять какой минус образовывался каждый месяц эта точка начинает высасывать деньги начинается такое кораблекрушение и в итоге мы закрываем эту точку потому что какой смысл тянуть если ну там мы пытались ее раскачать пытались там то все при том что это фудкорт должно было быть много народа и кофе почему нет многие люди должны были пить плюс там это смотровая площадка взять стаканчик кофе пойти на смотровую площадку милое дело но нет нет не так все однозначно в этом бизнесе вот и все неплохая получилась история интересная веселая порой немного грустная а главное поучительная основная ошибка которую мы допустили я по своей глупости это халатное отношение к выбранной локации то есть такой совет если вдруг кто-то планирует открывать свою кофе точку первым делом это нужно очень внимательно изучить локацию то есть от выбора места от выбора локации зависит 90 процентов успеха то есть вы можете готовить ужасный кофе у вас могут быть ужасные сотрудники которые там хамят и все такое но если это кофейня она удобно расположена у людей нет другого выбора как ходить к вам у вас всегда будет прибыль да она может быть не такая большая как могла быть потенциально но она будет и первым делом это нужно после того как вы все условия узнали это анализ трафика то есть стоять там несколько дней и считать считать каждого человека который проходит мимо вашего места и анализировать целевую аудиторию то есть не просто да там прошло тысяч человек а из них 900 бабулек которые кофе чисто по здоровью даже нельзя пить понятное дело что это не целевой трафик и мы думаю зачем считать заморачиваться нормально все торговый центр люди есть вроде там были вон там макдональдс крошка картошка бургер кинг они же не дураки открываться правильно народ значит есть и у нас попрет и в итоге поперло да в минус и очень большой достаточно бюджет кофейня высосало плюс затраты на оборудование ну чтобы там открыться нужно что-то вложить купить барную стойку купить оборудование кофемашины там все дела понятное дело что барная стойка которая стояла там она уже нахрен никому не нужна и тебе она тоже не нужна то есть ты уже теряешь а это там достаточно относительно большие деньги вот затем были попытки открыть еще две точки там на торговый центр мозаика метро маяковская тоже центр опять-таки из-за того что такое халатное отношение к выбору локации без просчета трафика все было убыточно в итоге я ну есть еще причины о которых я не буду говорить не в этом видео по крайней мере и основная ошибка понятное дело это моя безграмотность моя неопытность я признаю это все что каюсь и теперь-то если я вдруг захочу открыть свою кофейню у меня уже есть такой бэкграунд который позволит мне ну сделать минимум ошибок и открыться успешно но сейчас я вижу перспективы в других направлениях и оффлайн бизнес он ну честно становится все более менее привлекателен менее перспективен и умирает к сожалению не весь конечно но вот что касается общественное питание типа кофе ну очень сложно сейчас найти локацию вот поэтому я признаюсь все свои ошибки виноват я что такой неопытный что возможно как-то халатно отнесся к всему потому что хотелось побыстрее результата хотелось открыться хотелось вот этого драйва всякое-всякое вот и к чему я веду это все было параллельно моим историям с залами да то есть побег из авиапарка потеря зала в фитнес-клубе потеря кофейни одной потеря второй потеря третьей уже долги уже я там кому-то в долг дал мне там не возвращают уже какие-то может быть даже кредиты и вы спрашиваете почему я не снимаю видео на youtube почему я не готовлюсь к международнику так как должен был готовиться потому что у меня вот такая каша в жизни случается и понятное дело что настрой на какие-то серьезные тренировки он отсутствовал думаю меня можно понять почему это вот так вот случилось в итоге я теряю зал были попытки там открыться даже вот договаривался там с фитнес-клубом другим чтобы мы были тоже на субаренде чтобы там то пятое десятое в итоге это был достаточно тяжелый этап в моей жизни потому что та секция которую я выращивал которую растил много лет уже там порядка пяти шести лет в один день она просто перестала существовать то есть когда у нас занималась шестьдесят человек семьдесят человек приходило поднимать гири им это нравилось то за буквально две недели от вот этих семидесяти человек осталось два человека то есть вы можете да представить себя и конечно для тебя это такой большой удар отдых но нужно отдать должное благодаря гиревому спорту который прокачивает очень хорошо нервную систему я отнесся к этому с юмором я там ни в коем случае ни каких-то у меня мыслей плохих не было там набухаться покончить жизнь самоубийством конечно такого не было я отнесся к этому с юмором даже как-то знаете подумал ну значит оно так и должно быть надо все проанализировать и возможность отдохнуть от этого всего остановиться осмыслить что со мной происходит в итоге в итоге я начинаю искать новое помещение хотя мне уже многие люди отговаривают от этого говорят да не надо тебе туда лезть ты видишь какая жопа творится в рынке в Москве особенно с недвижимостью надо идти в онлайн всякое-всякое но я я такой соглашаюсь думаю да да блин наверное действительно не надо потому что это очень сложно всякое такое но у меня ответственность за ребят внутри которые тренировались которые хотят тренироваться и они же тоже потеряли место для тренировок и все теперь тренироваться негде что делать а ответственность вся на мне то есть это я просрал зал по сути из-за меня люди потеряли место для тренировок и меня это понятное дело гложило я не мог вот так вот сказать все все валите делайте что хотите тренируйтесь где хотите я сам по себе вы сами по себе конечно я начал искать искать помещение это было сложно это было тяжело но как то вот случайным образом всплыло одно объявление с дорогущей арендой кстати я позвонил все равно просто узнать пообщаться и мы встретились мне показали там много помещений было свободно и показали мне цокольный этаж там в получается деловом центре офисном цокольный этаж и там был фитнес-клуб он пытался там открыться фитнес-клуб открывался открывался так и не открылся обанкротился и все съехал это помещение простаивало и я смог договориться ну как бы нашли точки соприкосновения чтобы если все помещение фитнес-клуба арендовать это огромные огромные деньги я договорил чтобы мы взяли небольшой кусочек достаточно такой хороший для гильвого спорта и только его арендовать то есть поделить это большое помещение на кусочки и сдать не одному арендатору а нескольким что так и получилось то есть это опять таки такая удача да везение но не то что я такой сидел вот так вот лежа лежал там и такое помещение мне позвонили сказали вот бери да я искал 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 и в итоге случайным образом наткнулся мы договорились все и я открываю зал свой там это был еще один переезд достаточно тяжелый все оборудование опять пришлось сюда везти все выгружать все монтировать все подбивать это достаточно энергозатратно если кто-то переезжал из квартиры да понимаю зачем я а вы представьте перевести зал целый металлические вот эти предметы гири резина которые весят очень-очень много и это реально тяжело но вдохновение было вдохновение было что наконец-таки сейчас нашлось то помещение где можно продолжить свои тренировки и что самое главное я понимал что возможно никто не будет туда ходить потому что ну реально я облажался люди занимались занимались а в один день да все я ну как бы пришлось сделать объявление что тренировок пока больше не будет и для людей это было шоком да для меня это было шоком и я понимал что возможно во мне уже разочаровались как в тренере как в основателе секции что никто не будет ходить и я открывал реально рискуя понимая что возможно я даже не смогу выплачивать аренду но на мое удивление чему я я благодарен ребятам что они начали возвращаться начали тренироваться приходить и потихоньку потихоньку мы смогли вернуть не полностью но больше половины как бы вернуть то есть того былого величия которое было осталось от академии гиревого спорта вот сейчас лето я записываю лето сейчас конечно спад людей намного меньше но я надеюсь что сейчас лето пройдет все вернутся из отпусков и мы сможем с новой силой готовиться тренироваться набирать обороты и расти дальше то есть это видео просто мой рассказ о моей жизни да об этапе таком об этапах в моей жизни что со мной случилось и ответ на вопрос куда я пропал почему я не снимаю видео почему я там не готовлюсь как надо к международнику вот потому что столько потрясений было да в короткий промежуток времени это я только сказал про основные моменты к тому же я там меня выгнали из квартиры там из-за собаки там переезд был поиск параллельно вот этому всему это тоже накладывал свой отпечаток и еще там некоторые моменты да нехорошие но в целом да в целом главное не опускать руки главное не опускать руки не сдаваться идти дальше сейчас я кайфую то есть я наслаждаюсь жизнью мне все нравится мне все устраивает я мы тренируемся мы находимся сейчас наш зал находится в хорошем месте недалеко от центра Москвы метро динамо рядом прям с ленинградкой то есть ты едешь по ленинградке вот он зал вообще хорошее место что самое главное мы там одни то есть нет других секций что делает нас ну как бы мы хозяева своего помещения и это реально кайф оно не какое-то там шикарное это такое цокольное помещение там душновато но оно свое оно уютное люди знают что они туда приходят и они приходят к себе как второй дом что их там не выгонят что их там ждут и это реально ценно ценно потому что когда мы начинали заниматься в фитнес-клубе реально нас могли прогнать сказать у нас сейчас здесь будет тренировка хер вы сюда пришли идите вон в тот угол как каких-то чмырей прогоняли туда-сюда понятное дело ты не хочешь тренироваться в таких условиях и это реально ну бьет по тебе а здесь даже условия не супер какие-то лакшери но когда это твое ты реально наслаждаешься кайфуешь тренируешься и получаешь от этого удовольствие поэтому я надеюсь что многие из вас кто тоже находится в каком-то сложном положении у кого сложные времена они найдут силы чтобы справиться с ними и выйдут в итоге победителем из этого ну а также жду всех на тренировки приходите если будете проездом в москве то заходите потренироваться всех ждем в гости и надеюсь что дальше будем расти будем преуспевать и у нас у всех все будет хорошо и наверное вот завершающей завершающая такая мысль об мсмк да в итоге где мсмк я уже я при этом тренировки не забрасывал я тренировался почти каждый день и был готов в принципе был готов выполнить международника и международника я должен был выполнять в мае в мае но думаю вы все знаете не знаю когда вы посмотрите это видео но в феврале случается спецоперация на Украине о которых все знают и нашу сборную России отстраняют от всех международных соревнований а международника ты можешь выполнить только на международном турнире выиграв его и подняв определенное количество подъемов в итоге отстранив нас я все я уже физически не могу выполнить международника хотя в мае мы должны были ехать я должен был его ну это было 99 процентов что я бы выполнил в эстафете по крайней мере можно выполнить в эстафете в командном зачете но я уже перевыполнял его кучу кучу раз то есть надо было просто доехать выступить пройти допинг контроль и ждать результата присвоения мсмк но не судьба не судьба поэтому я сейчас взял некий перерыв я сейчас отдыхаю от гирь тренируюсь работаю над слабыми местами укрепляю те слабые места которые у меня есть сейчас наверное лето буду вот так вот отдыхать относительно потом скорее всего вернусь в большой спорт буду тренироваться надеюсь вся эта ситуация ляжется и мы снова сможем жить мирно дружно надеюсь что все это разрешится к лучшему и увидимся на соревнованиях всем спасибо за просмотр я надеюсь что я не нудно все это рассказал что вы меня выслушали что было интересно и надеюсь что не забыли постараюсь снимать больше видео наверное в таком формате разговорном вы можете задавать свои вопросы если они у вас есть я буду на них отвечать это могут быть вопросы как и мне лично так и по технике гиревого спорта по тренировкам по питанию там по всему всему что у вас накопилось в голове так что спасибо за просмотр увидимся всех обнял приобнял все давайте счастливо